здорово рпшники у микрофона как обычная стриж это возвращение full рп проекта без ю цепи регистрации encore project это действительно full рп сервер я не буду в этом ролике показывать какие либо крутые системы на нем вы сможете посмотреть старые ролики по этому проекту который я снимал почти год назад или даже больше там я все прекрасно показал особенно крутые системы и pd но в этом ролике я вам покажу ситуацию из край мы собрались с ребятами и решили обыграть небольшую сценку чтобы показать как на самом деле все происходит в основном здесь будет живая игра без постанов я заранее просто предупредил полицейских чтобы они зашли в игру то что будет ситуация но в основном мы действовали то есть по живой игре без каких-либо дополнительных коммуникаций с полицией в общем смотрите что из этого вышло приятного просмотра я собрал своих пацанов на заднем дворе чтобы с ними обсудить некоторые моменты мы должны были выдвигаться на точку чтобы забрать оружие и наркотики естественно наркотики игровые так что ну youtube не надо блокировать данный видеоролик ну и давайте я вас всех по очереди представлю чарли он же его рекблэйм все вы прекрасно знаете это главный идиот а почему ну просто взгляните на его описание персонажа да я не досмотрел за идиотом и он поставил себе такое описание категорически прошу прощения я вам обещаю что этого его река я запинаю лично ногами и такого больше не будет джордж холлоуэй он же вонечек частенько мелькал моих видосиках такой взрослый мужик работяга ну в общем то вы его наверно тоже знаете ну и ну и келвин джексон он же ютубер харди хэш ссылочка на него будет в описании под видео там он снимает похожий контент как у меня так что подписывайся ну как только я вас познакомил с этими молодыми и немолодыми людьми пора время рассказать саму ситуацию что и конкретно будет происходить мы должны выдвинуться на точку и забрать товар но эти люди особо недоверенные поэтому мы берем на всякий случай оружие мало ли что не обращайте внимание на мой закрепленный attach виде м очки я не смог понять как его снять потому что это системный attach там его вроде можно как-то снять но я не до конца понял поэтому я решил отыграть что я просто беру с собой карабин и несу его на трехточном ремне ну чтобы хоть как-то выкрутиться из этой ситуации потому что но будет странно что я просто так ношу с собой м куда ну и в общем да пока я вам тут что-то пытаюсь объяснить тем временем мы спасаем уже выдвигаемся потихонечку и рассаживаемся в фургоне на этом моменте мы немножечко испугались потому что стояла две патрульные машины я сейчас потому что там сидят игроки но это оказались брошенные машины возможно кого-то там крашеного просто но мы немножечко пересрали мы думали что он сейчас просто повяжут раньше времени и не будет никакой ситуации но вроде бы все обошлось и мы приехали на нужную точку там нас ожидало два человека это кстати и есть те самые недоверенные люди ради которых нам и пришлось взять стволы на всякий случай ну мало ли что бывает таких делах сами понимаете но вроде бы все проходило пока неплохо до того момента пока я чарли не попросил проверить ящики а то мы собирались им уже заплатить за работу но ящики мы так и не проверили мало ли там что вместо столов лежит какое-то дерьмо ну и как и ожидалось мы были правы потому что вместо стволов и наркотиков там лежали кирпичи естественно мне и моим пацанам такая выходка не понравилась и все достали свои стволы ну и направили их на пацанов я уже хотел сделать звонок в полицию от лица свидетелей чтобы сюда приехала полиция и заснять какой-то более крутой контент но полиция каким-то образом отреагировал раньше нас и мы услышали сирены поэтому мы решили завалить этих двоих мы подумали что они подставные и это они вызвали полицию я не знаю как такое могло сложиться совпадение что полиция могла в такой тайминг просто среагировать и направлять сюда сиренами но это вышло намного круче чем просто звонок от лица свидетелей и это действительно вышел довольно таки круто так что вот так вот ну и как только мы этих двоих пацанов убили сюда сразу заехали копы точнее одна патрульная машина пока что которую мы отпугнули несколько раз постреляли в нее и поехали дальше подальше отсюда естественно наших действий полиция тоже не оценила особенно стрельбу по ними поэтому за нами увязалась целая погоня погоня продлилась недолгой она продлилась до заброшенного аэропорта от этой точки где мы кстати и вышли из машины пока двое моих людей отстреливались от полиции я решил спрятаться в будку чтобы понаблюдать за всей этой ситуации они просто перестреливаться я все-таки хотел отснять более крутой материал нежели обычной шоты ну и в общем-то пока сидел в будке там двое моих пацанов положили двух копов ну и также двоих тоже наших положили по всей видимости у чарли закончились патроны и он побежал в сторону ангаров и за ним побежал другой офицер но чарли все равно убили потому что чарли оказал сопротивление он попытался напасть на копа с кулаками этот его за это застрелил в общем-то я забежал по итогу в какое-то непонятное место я думал отсюда можно будет как-то свалить но я оказался в тупике и коп меня нашел направила меня оружие и сопротивляться уже не было смысла в общем то я по итогу сдался так что да и честно сказать сопротивляться действительно не было смысла потому что спустя минуту после того как мне этот коп арестовал сюда подъехал еще и спецназ так что у меня вы по итогу просто положили и все так что на этом наверное вся ситуация и закончилась никто из этой сторон не выиграл к сожалению не полиция не мы не те поставщики потому что со стороны наши есть потери со стороны полиции есть потери да и мы тех поставщиков вовсе убили так что вся эта ситуация сплошной проигрыш в этой ситуации победители вовсе нет но все равно спасибо полицейским из лвмпд за предоставленный актив и вообще за игру я действительно не ожидал что они так резко среагируют на всю эту ситуацию потому что напомню что я попросил только копов зайти в игру и активить ожидать самого вызова но они среагировали раньше вызова и это действительно очень круто ну а я буду на этом ролик и заканчивать спасибо всем кто досмотрел до конца обязательно ставь лайк подписывайся на канал потому что вот уже скоро 8000 на канале ну и пиши какой-нибудь крутой комментарий желательно от пяти слов чтобы ролик продвигался в рекомендации ну а это был проект encore project все ссылочки не будут в описании под видео также как и на канал харди хэша ведь он не помог в съемках за что ему большое спасибо ну а у микрофона был я стриж и всем пока